Я думаю, что каждый из нас хотя бы раз в жизни чувствовал сожаление о том, что он сделал вчера. Но проходило время, чувства сожаления уходили и ошибка повторялась вновь. Вот именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня мы с вами будем разбирать одно очень такое, знаете, с одной стороны очень важную, интересную тему, которая указана в главе. Как влиять на людей без неприятных последствий. Вот скажу вам таким образом, что в этой книжке есть какие-то такие интересные, интересные темы, которые хочется обсудить, о которых хочется поговорить и понятно, как их можно применить. А есть главы наподобие вот этой, что понятно, зачем написали, но непонятно вообще, как эту вот информацию можно применить в переговорах. Поэтому я поговорю о том, что здесь сказано. Так как та информация, которая здесь изложена, она тоже имеет большое значение в общей нашей жизни. Авторы здесь говорят, что провели такой интересный эксперимент. В месте, где люди моют руки, возле раковины поставили ведро для бумажных полотенец. Я сейчас цифры буду говорить примерные, потому что там то указано, так указано. Я буду говорить проще. Поставили ведро для бумажных полотенец. И на ведре ничего абсолютно не написали. Посчитали, что за день использовано всего 10 полотенец. Потом на этом же ведре взяли и написали, что данная бумага будет уходить в переработку. Благодаря чему мы сможем сэкономить материал, благодаря которому делается бумага. То есть деревья, экология и все, что с этим связано. И посмотрели, что теперь за день используется не 10 полотенец, а 20 полотенец. А то и больше. И стали люди задумываться. Почему же так? То есть ученые стали задумываться. И пришли к одному интересному выводу. Что до тех пор, пока они не писали. Человек брал, отрывал полотенце, вытирал руки. Пусть даже не насухо. Но он понимал, что этого в принципе достаточно. Что это пойдет в помойку. Что это будет засорять среду. И просто вот одним полотенцем вытерли руки и бросили. А когда видели, что это идет на переработку, то люди думали, что все будет хорошо. И вот этих полотенец там отматывали и бросали целую кучу. Но самый-то важный момент заключается в том, что ни один человек, который бросил эту бумагу в ведро, где была надпись, не задумался, какое количество разных ресурсов понадобится для того, чтобы эту бумагу переработать и сделать из нее новое полотенце. И получается вывод следующий. Что когда мы знаем, что нужно экономить, когда мы знаем, что это пойдет на переработку, то мы начинаем допускать огромное количество ошибок, не рассчитывая, сколько все-таки других ресурсов мы потратим. Еще в эту главу авторы включают такое понятие, как чувство вины и приводят очень интересный пример. Пример заключается в том, что мы, бывая, не можем удержаться, не можем удержаться. И едим чуть больше еды, чем положено, набираем калории чуть больше, а потом начинаем об этом сожалеть и ругать себя. Но поругали один раз, поругали второй раз, поругали третий раз. И такие говорим, да ну его эту диету. И начинаем вот это вот жрать, извините за выражение, как не в себя. И вес потом у нас начинает набираться все больше и больше. И объединить, вот я лично хочу вот эти два направления по поводу бумажных полотенец и по поводу вот этих диет, как не в себя, да, объединить я хочу следующее. И в том и в другом случае происходит какой-то просто-напросто дикий перебор. И как показывает практика, когда перебор происходит уж чересчур слишком сильный, то мы просто-напросто берем и бросаем то начатое дело и получается не завершаем его. Тем самым делаем еще хуже. И вот здесь вывод для себя лично, уже не первый раз и мною уже отработанный, я делаю следующее. Все должно быть в меру. Не нужно самого себя напрягать, насиловать до такой степени, чтобы потом получить от этого отвращение. Приведу личный пример. Я полтора года шел, ну то есть я давным-давно шел к тому, чтобы вставать в 4 утра. В конечном итоге я дошел до этого процесса. И на протяжении полутора лет я вставал в 4 там, ну с 4 до 5. Шел на зарядку, делал каждый день упражнения, кроме субботы, воскресенья. И что вы думаете, и в конечном итоге, то есть вот такое резкое движение, такой резкий перебор, он меня выкосил. И вот я уже больше трех месяцев не занимаюсь вообще, потому что мое тело мне сказала, Андрей, подожди. Вот теперь, до тех пор, пока ты не восстановишься, я тебе не позволю ничего делать. Нет, можно, конечно, через превозмогание всех там усилий, можно это делать. Но тогда я думаю, что результат тоже будет крайне печальным. Поэтому в завершении своего собственного вывода скажу так. Все нам можно делать, но только в рамках того, что нам полезно. А все, что мы там делаем сверхъестественно, может принести нам вред. На сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите. За ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезно, ставьте вот такой смайлик. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом.